благодаря широкоугольным объективам вы сейчас видите не просто какую-то площадь в районе порта а реально 15-20 процентов страны все потому что мы монако я собираюсь провести в монако всего несколько часов но этого на самом деле достаточно потому что в этой стране особо нечего показывать зато есть о чем рассказывать поэтому ловите интересные факты о монако если ваша квартира площади 50 квадратных метров и вы паритесь что она очень маленькая то у меня для вас хорошие новости не парьтесь потому что по меркам этой страны ваша квартира просто огромная ибо она занимает площадь в два с половиной процента от общей площади страны площадь монако всего лишь два квадратных километров это делает ее второй самой маленькой страной мира угадайте какая первая ватикан такая маленькая территория порождает огромное количество интересных статистических фактов например уровень преступности в монако стремится к нулю все потому что здесь полицейских на душу населения больше чем в любой другой стране население монако всего лишь 30 тысяч человек но еще каждый день около 50 тысяч работников приезжают сюда из братской франции италии что говорить о туристах здесь их кстати набегает до полутора миллионов в год как вы понимаете маленькая территория и большой спрос порождают ломовейшие цены на недвижимость стоимость одного квадратного метра жилья здесь составляет от 30 до 35 тысяч евро уровень безработицы в монако сказочные 0 процентов здесь абсолютно все трудоустроены до монако очень богатая страна 2014 году 30 процентов ее населения были миллионерами логичный вопрос откуда стране площадью как два ашана столько денег ответов всего два туризм и казино и тут нужно немножечко рассказать о монте карло монте карло это район монако всего лишь район не город который находится очень известное казино игорный бизнес существует монако с 1856 года и приносит львиную часть дохода всей стране и что интересно чтобы не растекашивать бюджет гражданам монако законодательно запрещено играть и посещать казино блин ну конечно самый главный рассадник богатой жизни в монако находится в монте карло рядом со знаменитым казино монте карло которая думаю приносит основной доход государству здесь количество дорогих тачек на квадратный метр не просто зашкаливает она неприлично зашкаливает но самое крутое конечно это не тачки нифига это люди которые приезжают сюда выстраиваются как будто возле красной дорожки для того чтобы только фотографировать все это боголепие вот стоит огромная толпа народу который просто фотографирует выходящих и заходящих людей и приезжают бедные ну такие как я просто чтобы прикоснуться ко всему этому главный вывод по монако этот город можно пройти пешком за час ну за два если фотографировать и что-то там еще видео какое-то писать но если вы хотите сразу же получить вот этот концентрированный жмых богатства за которым собственно и приезжают в монако езжайте сразу же монте карло здесь происходит невероятные вещи здесь бедный мир встречается с богатым миром вот собственно говоря вот он бедный мир а вот он богатый мир видите бедные приезжают сюда с фотоаппаратами и мобильными телефонами а богатые никуда не приезжают они здесь принципе находится не просто щеголяются в своих роскошных нарядах на своих дорогих тачках и немножко позируют на что принципе нормально демаркационной линии всей этой движухи служит вот эта вот дорога по которой проезжают дорогие тачки очень увлекательное зрелище если хотите посмотреть приезжайте конечно же а я наверно отсюда сваливаю потому что в мы не такие штуки никогда не нравились я всегда ржу со всего этого как по мне это супер скучно и Субтитры сделал DimaTorzok